В 5.45 утра по местному времени беспилотники атаковали территорию особой экономической зоны Алабуга в Татарстане. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как БПЛА пикирует на промышленную застройку, после чего раздается мощный взрыв. На территории находится завод по сборке дронов Камикадзе. Еще летом 2023 года из расследования журналистов издания «Протокол» и YouTube-канала РЗВРТ стало известно, что на базе особой экономической зоны Алабуга производят ударные беспилотники. К работе привлекают несовершеннолетних студентов колледжа Алабуга Политех. Изначально, по словам источника журналистов, сборкой занимались подростки от 15 до 17 лет. Теперь студенты всех курсов. Тем, кого привлекают к производству дронов, запрещено говорить о том, чем они занимаются под угрозой отчисления. Сейчас в Политехе обучаются порядка тысячи человек. Несколько сотен из них уже задействованы в сборке шахедов, которые поставляют из Ирана. В первую очередь, утверждает источник, речь идет о ребятах от 15 до 17 лет, поступивших в колледж после девятого класса школы. На проект по сборке шахедов сейчас перебрасываются все возможные силы. Какие-то производства останавливают, а какие-то вовсе ликвидируют. Из публикации протокола. НПЗ «Танек» в Нижнекамске после удара БПЛА. По предварительным данным, из строя выведена одна установка – колонка. В Нижнекамске дроны атаковали НПЗ «Танека», третий по величине нефтеперерабатывающий завод в России, принадлежащий Татнефти. Предприятие находится более чем в 1200 километрах от границы с Украиной. Вследствие удара повреждена установка первичной переработки нефти, которая перерабатывает около 155 тысяч баррелей из сердца в день. В Минобороны Украины причастность к атаке не подтверждают и не опровергают. Видим, что грохот и хлопки на территории государства-агрессора продолжаются. Продолжаются именно на военных объектах, которые непосредственно задействованы в геноцидной войне России против Украины. Можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнёров не используются. Это факт. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины, в интервью «Радио Свобода». С начала года дроны неоднократно атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России. Повреждения получили уже более 15 предприятий. По данным Bloomberg, серия ударов по российским НПЗ привела к сокращению экспорта дизеля из Российской Федерации на 21%, а также к уменьшению выпуска автомобильного бензина в стране на 7%. В России используют запасы, чтобы снизить внутренние цены на топливо, говорят эксперты. С этой точки зрения есть определенные показатели, которые говорят о том, что таких запасов должно быть на порядке месяц-три месяца. И как раз когда они будут вырабатываться, будет появляться соответствующий дефицит. По информации агентства Reuters, удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к остановке около 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.